Мы тоже начали экспериментальную работу. Вот, например, эксперимент у нас с ними походит. Эксперимент очень нехитрый. Мы с ними занимаемся, ну, по множеству, чем занимались с вами в прошлом году. И я столкнулся с тем, что, ну, просто полез проверить справочные данные по растворимости карбоната кальция. Просто мне нужна была эта цифра, я ее, естественно, сразу же нагуглил. Ну, первого, как обычно, выпала википедия, ну, думаю, дай-ка я посмотрю еще какие-нибудь справочники. Посмотрел еще какие-то справочники, и справочники мне дали в результате три цифры. Ну, дальше я уже устал гуглить, может быть, их было бы и больше. И эти три цифры, отличаясь, что такое растворимость, помните? А при одной температуре эти цифры? Да. Что такое растворимость? Это сколько, сколько процентов должно расстояниться, чтобы был насыщенный раствор? Да, процентов насыщенного раствора. И эти три цифры отличались минимально от максимально в 400 раз. Учитывая то, что карбонат кальция – это основное вещество, например, цемента, из которого можно построить какую-нибудь плотину гидроэлектростанции, да, забрудить великую реку Нил, и окажется, что это вещество у нас в 400 раз более растворимо, чем мы рассчитывали, и через год эта плотина, как сахар в кипятке, разойдется, и смоет несколько миллионов народа. Согласитесь, не комильфор, да? Я думаю, ну ладно. Залезу-ка я на сайт Альпак, ну что может быть круче, чем Альпак, уж они-то, наверное, должны знать. Здрасте. Залезаю на их сайт, и они меня пересылают, как бы в своем разделе, справочные данные, на сайт Министерства здравоохранения США, которые вот аккумулируют у себя все справочные данные. Ну ладно, думаю, если это проверенный сайт, на который ссылается Альпак, ну окей. Залезаю туда, и этот самый сайт мне вместо перечня данных по заявленному веществу, мне дает перечень ссылок, первая из которых – Википедия. И тут, короче, я присел, думал, а как нам строить марсоходы, с такими справочниками. Википедии. Ну да, ну и решили просто тупо взять и проверить, как карбонат кальция в виде мрамора растворяется в воде. Вот 10 литров дистиллированной воды и взвешенный кусочек мрамора. А не легче было его порошком-то насыпать? Ну, зубами его того, что ли. Ну, я думаю, что за неделю, даже если он единым кусочком, ну, растворится каким-то образом. В общем, посмотрим, что из этой недели получится. Потому что самая распространенная цифра была вот такая вот. Почему-то растворимость традиционно меряют не на литр, а на 100 миллилитров. Так удобнее. Не знаю. Ну, кто же их плиток растворяет? Нормальный химик, он мыслит категориями вообще никаких неграмов, а молей. И нормально было бы указать малярную концентрацию насыщенного раствора. Мне кажется, с точки зрения химического анализа информации, это было бы самое правильное. Вот это правильное, с точки зрения химических технологий. Там они все оперируют понятием веса. Потому что к ним приходит самосвал сырья. Им же не важно, сколько там молит, да? Им важно, сколько он весит. И продается это все тоже на весе. То есть, весы наши ловят более-менее достоверно одну десятую грамму. С сотыми я тому не очень доверяю. Считается, что плюс-минус одна сотая, но, по-моему, в раке это. Поэтому надо поймать разницу хотя бы в 0,1 грамма. Если столько расставляется в 100 миллилитрах, если мы возьмем в литр, значит это будет вот столько. А если мы возьмем 10 литров, то это будет вот столько. А где в 10 литров-то возьмем или потом их поделить на место? Вон 10 литров. 10 литров дистиллированная вода. Ну и вот, сейчас посмотрим. Настолько уменьшится вес камушка? Будет прикольно, если вес камушка увеличится. Так, это я к тому, что экспериментальная работа у нас ведется даже на таком простом уровне. Ну, собственно говоря, мы берем и проверяем справочные значения. Да, учитывая то, что вот со справочниками. Даже в самых солиднейших изданиях из всех, которые только могут быть, вот такая вот чертовня творится, и все приходится проверять. Ну, собственно говоря, чем не научная работа. Так, что я предлагаю, чем предлагаю нам с вами заняться сегодня? Такое вольное исследование, которое мы уже начинали, в некотором смысле. И тогда у нас часть его экспериментально получилась плохо, откровенно. Сейчас попробуем сделать еще раз это дело воспроизвести. И пойти немножко дальше. Так, если вы помните, летом, чем мы занимались. Так, кто у нас тут летом был? Маша была. Саша был частями. Так, Полина. Мы с вами исследовали, почему сульфат меди имеет голубой цвет. В смысле, почему? Ну, объясните нам. Я не знаю, определенная длина волны, которая отражается, не пооглащается в смысле. Ну, вот смотрите. Пооглащает он, получается красный и не пооглащенный. Вот вам сульфат меди-2. Так. Вот вам нитрат меди-2. Здесь концентрация примерно в 15 раз выше, чем здесь. То есть, если его разбавить 15 раз, ну, интенсивность цвета должна быть такой же. И сам цвет будет примерно такой же. Тогда летом, мы, чтобы не доверять нашему субъективному цветовосприятию, провели спектральный анализ этих растворов. У нас есть фотокалориметр, который обладает отчасти свойственными спектрофотометра и позволяет снимать спектр поглощения. И аппаратно мы подтвердили, что да, спектр поглощения и сульфата, и нитрата меди-2 одинаковы. То есть, и в том, и в другом растворе у нас присутствует единый компонент, который и дает нам вот такой вот цвет. Вот про то, что, как это называется, какой-нибудь аквакомплекс, не знаю. Да, но и тогда у нас как раз и была вот эта вот идея, собственно, мы эту гипотезу и проверяли, что такое двухвалентная медь в водных растворах. Она там в любом случае, как, в принципе, ион любого переходного металла, присутствует в виде комплекса. И в результате нашего спектрофотометрического исследования мы выяснили, что анион кислотного остатка не влияет на спектральные характеристики катиона. То есть, либо он вообще не входит в состав этого комплекса, либо входит таким образом, что он будет одноволенный, как в случае нидрата, что он будет двухвалентный в виде сульфата, никак на свойства целевого компонента, которым является в нашем случае ион леди-2, он не повлияет. Так, мы тогда рисовали вот такую вот картиночку, каким образом устроены эти самые аквокомплексы. И пришли вот к такой вот структуре. Если ее попытаться нарисовать, так, связи буду рисовать вот этим. Да, и если их обвести, то это в теории должен быть квадратик. И, по всей вероятности, у нас находится еще здесь еще одна вода. И остается еще одна вакансия, которую занимает или вода, или анион. При этом, что у нас сидит на последней координационной связи, получается, роли не играет. Поскольку спектральные характеристики и для этого случая, и для этого случая у нас совпали. Что такое спектральные характеристики какого-то вещества? Откуда берется свет? Ну, это тот спектр, который вещество не поглощает. Ну, мы исследовали как раз спектр поглощения. Ну, вот спектр поглощения конкретно с соединениями медиа у нас был красный. Красный, оно как раз поглощает, а синий нет. Поэтому мы его и видим. Да, ну, спектры отражения это немножко другая штука, хотя, на самом деле, они непосредственно связаны с поглощением. Так, откуда вообще берется цвет, а? Как вы считаете? Ну, что он подает нам на глаз, и мы так понимаем. Скорость фотонов, насколько я знаю. Скорость фотонов одинаковая? Одинаковая, я не знаю. Одинаковая, я не знаю. Частота или половая? Частота. Да, понятно. А почему она разная-то? Помню, что это такое. И откуда вообще они берутся, эти фотоны? Ну, самое простое, это Солнце. А откуда они там берутся? В результате реакции ядерной. В результате ядерных реакций выделяются... Там фотоны, по-моему, тоже выделяются. Там фотоны, но не видимого спектра. Там выделяются гамма-кванты, антенгеновские. Вот какие, ребята, энергии, какого уровня присутствуют в процессах ядерного синтеза. Откуда, давайте так вот, разберем. Мы с вами потратили несколько недель, недель на разбор устройства атомов. Да, и немножечко за скобками осталось, никто не задал этого вопроса, откуда взялись вот эти вот названия для орбиталий. Это у нас сферическая, это у нас вот такая. Можно просто английские слова. Эти у нас вот такие, если так сам нарисовать, эти даже фотоценируют. Они английские слова, только я забыл, какие конкретные слова. Но, так назывались полосы в спектре излучения. А, то есть они разно все это излучают, да? Да, вот в том-то все и дело. Как мы помним, эти орбитали у нас располагаются в порядке увеличения энергии. Самая минимальная по энергетике, самая компактная, да, S-орбиталь. Ну и дальше, чем выше энергия, тем больше у нас вариантов энергии у нас отображается. Если помните, главным квантовым числом, да, если мы представим наш атом в виде луповки, то это будут, соответственно, вот такие энергетические уровни, которые соответствуют это значение главного квантового числа. И как были получены эти спектры? В результате самого простого эксперимента брался металлический натрий в вакуумной камере, ему подавалась хорошая энергия, ну, его очень сильно нагревали электрическим разрядом. Ну, грубо говоря, лупили в молнии неустанно. И в результате этого натрий испарялся, и металлический газ раскалялся до такого состояния, что начинал озвучать свет. Свет, он озвучал в видимом спектре, и чем сильнее его надливали, тем больше линий в этом спектре было. При этом он излучал свет не сплошняком, не любых длин волн, а только определенных. Да, что и проявлялось в том, что если выразить, здесь у нас будет длина волны, а здесь будет интенсивность. То есть, не знаю, как ее обозначить, ну, давайте ее обозначим как массовую. Наверняка в физике для этого есть какой-то нормальный обозначение, да? Но в любом случае спектр испускания раскаленного газа металлического натрия будет выглядеть вот таким-то вот образом. или если смотреть просто на падающий луч, который будет через призму выпускаться прямо на стену. Частота этого видевого света будет зависеть от разницы в их энергиях. Если сообщать атрум много дополнительной энергии, то электроны могут перейти с этой орбитали вот сюда, могут перейти сюда, могут перейти сюда, смотря на сколько мы его нагреем. И в результате того, что при остывании будут происходить обратные переходы, от лишней энергии он будет избавляться, лишнюю энергию он будет скидывать, и эта лишняя энергия будет иметь совершенно определенный характер, то есть определенный для него он. Вот откуда берутся эти самые пеки. А эти самые пеки и были названы по первым буквам каких-то слов, которых я сейчас не помню. Но это можно легко посмотреть. Отсюда и взялись названия этих, тогда еще не говорилось, особенно про энергетические уровни в том виде, в котором мы это упоминаем обычно. Но было понятно, что существуют определенные стадии насыщения атома энергией, которые четко идентифицируются и соответствуют спектрам отпускания. И возвращаясь теперь к нашему вопросу. То есть световые характеристики различных веществ определяются тем, как активируются или дезактивируются их электронные системы. И если у нас две химические системы имеют одинаковые спектральные характеристики, что мы можем заключить из того, что спектры их поглощения полностью совпадали, мы можем сказать, что электронная структура окрашенного вещества в обоих случаях была одинаковой. А окрашенное вещество в этой ситуации это был именно ион медиа в составе координационного соединения. Как устроены комплексы соединения будем сейчас разбирать? Знаете? А что именно мне надо разобрать? Каким образом двухвалентная медиа у нас имеет шесть связей? Она своими поделёт электронные пары как-то, как сказать? Прошу вас обратить внимание на таблицу Меделеева. Сколько у двухвалентной медиа электронов на внешнем электронном слое? Ага, ну вообще-то один на самом деле. Помните эти хитрые перескоки при заполнении д-орбиталей? То есть вот у нас пошёл четвёртый период. На АС-орбиталь 4С упало два электрона, получили кальций и кальций. И дальше у нас стало заполняться 3D-орбиталь. И когда мы находим 2 медиа, у нас в теории должно быть здесь 9D-электронов и 2 электрона на АС-орбитале. Но поскольку здесь у нас в противоречие вступают правила Хунда и правила Кличковского или принципа Ау-Бау, и в данном случае правила Хунда побеждает, чтобы был максимальный суммарный спин, то электроны с С-орбитали распариваются и падают на D-орбиталь так, чтобы на D-орбитале было 10 электронов, и все они получают однонаправленный спин, то есть максимальные магнитные свойства атом приобретают, и на С-орбитале остается уже один электрон. Т.е. электронов там вообще завались. 11. А с Эзией 6. Но, прошу вспомнить, что у нас это не атомная медь, а котировка. Т.е. минус 2 у нас там получается. И учитывая то, что этот перископ, он работает в отношении атомарной меди, у которой все электроны в наличии, а здесь их уже явно минус 2, поэтому С-орбиталь здесь должна восстановиться. Т.е. на С-орбитале 2 электрона и на D-орбитале, которая энергетически находится как бы чуть выше, а пространственно они практически совпадают, там находится 8 электронов. Т.е.standия. И.. Т.е. Как образуются эти смены? Какая-нибудь тесняка распаривается и связь становится больше Ну, не спаривается, становится больше Давайте попробуем написать Так Она у нас получается, что как бы аргон 4s 3d 4p На p арбиталях очевидно, что там будет 0 А вот как вот здесь В атомарной меди у нас, по идее, картина должна быть вот такой Да Сейчас не хватает двух литров Эть, эть, эть Здесь 0 Ну это почему? Почему 0 Помоги по идее Да, 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 все правильно Ты сам уже немножко не отошел еще от первой помощи Так Так И Два электрона мы должны отдать То есть всего их получается 9 Остается Здесь Я предполагаю, что Тогда должно получиться, наверное, вот таким вот образом Два мы отдаем Тут 8 и 1 сюда Мне кажется, что картина должна быть такая И тогда у нас Двухвалентный пятион меди Он будет Изоэлектронен От мукового А суть-то в чем? В каким образом у нас получается Вот эта вот вся система Почему я сам 6? Ну потому что 6 Так А у Кобальта валентность 6 Пара А сколько все пары? У Кобальта разная, но самая устойчивая У него валентность 3 Почему за 6? Может она кто-то из предыдущего в ней берет? Если там 7 электронов А всего туда влезает 10 Да? Ну давайте просто прикинем Вот у нас 4 Так И их там 7 Значит Выглядит это вот так 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 И так Правильно? Это у нас будет Клик D орбиталь И здесь будет 4 5 Он не может допустим на 3p скинуть? Так по-годи оно же... На 3p нет, 3p у него занято все Ой, 4p Ну я конечно ничего не понимаю Вот тут я очень сильно сомневаюсь Потому что Если его Не устанно нагревать Ну чтобы электроны перешли на более высокий уровень Их надо яростно нагреть Поэтому просто так Он не сможет там Вадим Он тут вот и я немножко забуксовал даже Ладно, я считаю что Тут Тут нужна еще Получше Теоретическая подготовка Для того чтобы На этот счет Может тут не все связи комплексные А какие-то Просто рядом как-то Ну Без связи Особо не скажем Может ему наоборот Дают электрону Кортинизоновые связи Образуется у нас По донорно-акцептированному механизму Ну так Вот у него То есть Медь у нас должна предоставить Вакантную орбиталь Вот видите А разве? Вообще нет Ну Мне казалось что Она наоборот Пара дает Орбиталь Нет То есть она под орбиталь Они там общее пользование Электрон пускают Да И общее пользование Вот у нас как раз Доноры электронов Те кто присутствуют В внутренней Координационной сфере У кислорода Здесь Аж И все-таки Почему они не могут На 4b что-то сделать? Энергии Энергии По идее Энергии им не должно Для этого хватать А может Те остальные электроны Которые там от воды Они как-то их выталкивают Дело в том что я пытался найти Какие-нибудь статьи на этот счет Но ничего такого не нашел Я чуть ли не неделю копал интернет И в общем Внятного Здравствуйте Здрасте Можно? К моему большому удивлению К слову сказать По химии Настолько бедная литература Может просто Сламывание в архивах Библиотеках Ну Какие-то ссылки на них Все равно Были бы То есть я легко Нахожу статьи И причем даже Сканы Статьи Там еще с 19 века Все Котическим шрифтом И Уж Ну За 200 лет Наверняка Что-нибудь Было бы Но Пока я вот Ничего мне Путного На глаза не попалось Так Короче говоря Ладно Давайте пока Это немножечко папки Отложим на доигрывание Каким образом Они там получаются Но По крайней мере Мы сейчас зафиксировали Совершенно точно С помощью Аппаратных исследований Одинаковые спектральные Характеристики И того И другого Медного комплекса И Можем сказать Что Да В обоих случаях Анион у нас Никак не влияет На Саму Электронную структуру Да Пусть она Будет сформирована Так как пишут Там в книгах И статьях Да Это Пентааквокомплекс И Либо он будет Ексоаквокомплекс Либо Пента И на одной связи Будут сидеть Анион кислотного остатка Но Он В любом случае Не будет Вступать Ни в какие Взаимодействия Которые влияют На эту Электронную структуру Всего этого комплекса Каким образом Мы можем это еще Проверить и доказать Я предлагаю Здесь Воспользоваться Несколькими Вариантами Которые мы Сегодня с вами И попытаемся Реализовать Значит во первых Мы в эту Сладкую компанию Попробуем Тиснуть Еще Один Нион Какой? Хлорид Сульфат И нитрат По своей Структуре Чисто как В пространстве Организованных Атомы Они Ну Можно сказать Что Похожи Сульфат Имеет Петроидрическую Структуру Нитрат Имеет Плоскотреугольную Структуру Но В любом случае Там присутствует Кислород Содержащий Компонент В большом проценте Да И Возможно Несмотря на то Что один из них Одновалентный Другой двухвалентный Они С точки зрения Общей структуры Ведут себя одинаково Не исключено А какой вообще выглядит Хлорид меди Он такой же по цвету? А какой вообще выглядит Хлорид меди Он такой же? Сухой Он вот такой Я нашел здесь Вот такую банку И На вид Он самодельный Но Он здорово Похож На картинку Той Что представлено Википедии Фоточка Кристаллов Вот Реально Такого цвета И по описанию Совпадает Раствор Судя по описанию Должен быть Голубоватый Зеленый Но Проверим Но Нас интересует В данном случае Не столько Чисто наш Воспринимаемый Цвет Раствора Как мы видим В отраженном свете Сколько Спектр поглощения И вот тут Интересно посмотреть Спектр поглощения Будет соответствовать Таковому Для нитрата И сульфата Или нет А если нам будет Более зеленый То по телу Не должен соответствовать А вот Это не факт Да Вот В том то и дело Потому что Честно говоря Я пробовал Разбираться Чем определяется Видимый свет Вот как мы видим Растворы И Что то у меня Сознание Немножечко Скуксилось И упало Потому что Зависимость Спектра поглощения От спектра Испускания Она очень сложная И нерегулярная То есть С одной стороны Электроны Получают Энергию Падающего света Поглощают Эти фотоны Перескакивают На более высокие Энергетические орбитали И при обратном Их соскоке Они выпускают Вот этот Разлижек энергии Но не весь Какая-то часть энергии Превращается В тепловое колебание И рассеивается В пространство То есть Они спускают Свет Другой И Если Смотреть На это С точки зрения Соотношения Энергии Входящих Потоков Вот Они поглотили Некоторую энергию Причем Поглощают Туями Строго Квантами Для того Чтобы хватило Именно на перескок На следующую орбиталь Не больше Не меньше Иначе Он не сможет Перескочить И соответственно Этот квант Света Он просто не поглотил Он его поглотил И перескочил Потом Помните Как выглядел Спектр поглощения Выглядит Один из них Был Вам мешающий Вот такой Мне кажется Что Вот Вот Так И Вот Это Было Примерно 700 нм Ну Это у нас В Ахиве все есть Там красиво Градик Налисовали Вот Здесь У нас начинался Ультрафиалит Вот В ту сторону Ничегошеньки тут нет Ноль Но Не исключено Что Если бы Прибор нам позволял Мерить То Где нибудь Вот здесь В этой Ультрафиолетовой области Мы бы обнаружили Вот И тогда Переизлученный Ультрафиолет С увеличенной длиной волной Даст нам Как раз Голубенький цвет А прибор точно не позволит Такого сделать? Мы Открыли Новый цвет Вполне возможно Не На самом деле Ну Смех смехом В общем-то Я посидел Над результатами Нашего летнего синтеза Фенолфталиина И Ну Тут надо сделать еще Проверочный эксперимент Но Я считаю Что мы вплоть Подошли к разгадке Механизма этой реакции Которую никто не знает То есть Во-первых Я нашел В опубликованных статьях По механизму этой реакции Грубейшие ошибки И там В раке Это Случай не того Где получилась какая-то резина Или что-то такое Да-да-да Чаще там получилось конечно Но Извините пожалуйста Это же органический синтез Там всегда Зависимость от услуги Черные сопли Получаются там Практически всегда Ну Еще понять не могли Что это за сопли Ну и для наших Колхозных условий Ну Все же помнят Что фенолфталиин у нас Получился И в растворе он был И в осадке он был Другое дело То что Надо было Отрабатывать уже Методики Как его Хорошо выделять И очищать И концентрировать С первого раза У нас не получилось На 10 из 10 Да Ну По крайней мере Сам синтез у нас прошел Так Сейчас Для того Чтобы проверить Нашу гипотезу О том Что Вот это вот ядро У нас Имеет Один и тот же Спектр поглощений Вот такой вот Который мы с вами уже Обнаружили Да Спектр поглощения Это Здесь Оптическая плотность Здесь Для навалны То есть При Определенных Длинных Волн Оптическая плотность У нас становится Максимальная Как это выглядит Просто Для наблюдателя Черным Да Раствор становится Черным Если освещать его Красным фонарем То раствор станет Черным И непрозрачным Если освещать его Всеми другими Цветами Он будет Сохранить прозрачности И Наша Гипотеза Заключается в том Что По крайней мере На примере Двух Заместителей Сульфата И Нитрата Характер Спектра Сохранялся Значит Характер Структуры Ядра Яшево-химического Соединения Сохранялся Сейчас Мы попробуем С вами Сразу Три подхода Один из них Мы Сюда До кучи Саша Смотрите Пожалуйста За красными Буквами Мы Сюда Добавим В эту компанию Еще Одного Потенциального Заместителя Иончик Маленький Одновалентный И Вполне Возможно Что Он Встанет В этот Видок Хотя Известно Что Цвет раствора Вроде как Должен Немножко Отличаться Да Это С одной Сороны Теперь Давайте С вами Вспомнить В какой Реакции Мы Использовали Эту Голубенькую Воду Из Бутинки Это Мы Получали Нитрат Мы Заливали Медную Медную Проволоку Клазотной Кислотой Клазотной 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 А для чего это очень нужно? Насколько подсказка стоит на столе. А комплексы какие-то, которые... Насколько я помню, качественную. Да, мы проводили качественную реакцию. Как обычно, качественная реакция работает в обе стороны. Она может быть качественной реакцией на оба реагента, которые присутствуют здесь. Мы можем сказать, что это качественная реакция на глюкозы. А точнее, на восстанавливающие сахара. Общим словом, которое можно назвать альдозами. То есть любой моносахарид. Даже и не обязательно моносахарид. Ладно, чтобы на конце цепочки была антикидная группа. И, в принципе, все антикиды должны так работать, когда у нас тогда с существенным альдикидом не получились. Но там надо было просто подбирать условия. И, по идее, должна была пройти реакция. Но в нашем случае мы сделаем это самое с глюкозой. И в чем заключалась реакция? Мы превращали наш медный аквакомплекс. Ну, теперь можно смело называть медный аквакомплекс меди-2. Мы его превращали в гидроксид меди. Помните? Помните? А, ну это-то ясно. Потом гидроксид меди. Мы добавляли туда глюкозу. Эту штуку в виде глюкозы. И что у нас получалось? Не знаю, хилатный комплекс. Да, 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 да. У нас получался глюкалят меди-2. Я помню, чуть ли не два дня я потратил на то, чтобы найти, как называются эти комплексы. И их названий не существует. Серьезно? Да. То есть они просто есть? Есть недавно и их никак не назвали? В школьных учебниках, например, этот комплекс, это реакция со всеми многоатомными спиртами, у которых соседние гидроксины на соседних углеродах. Сейчас мы это взглянем. И там они, например, для случая глицерина называются глицератом. Что неправильно. Потому что глицерат – это соли глицериновой кислоты. Если мы глицерин окислим до кислоты, то получится глицериновая кислота. И ее соли будут глицераты. Никак. То есть, по идее, сюда подходит общее название для таких веществ. Как называются? Вот эти вот структуры. Многоатомные спирты. Многоатомные спирты или здесь важно, чтобы было две гидроксильные группы на соседних углеродах. Остальные заместители уже вторичны, не так важны. Как называется вот этот парень? Этанди... Этанди... Ну, можно сказать, этанди... 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 Этандиол. Да, вот эти структуры будут называться гликолин и соответственно комплекс меди с ними, а меди с ними образует вот такую структуру комплекса. То есть это гликоляты? Да, я решил называть их гликоляты, потому что только такое название здесь можно использовать и чтобы оно еще не совпадало с кем-то другим. И вот в результате этой реакции у нас образуется гликолят и выпавший в осадок, помните на что он похож? Голубенькие сопельки такие. Да. Голубенькие сопельки у нас растворялись с образованием синего. Он прямо только насыщен синего, да? Ну на мой взгляд он по цвету сильно напоминал вот это. Да, да. К чему я это все веду? К тому, что мы с вами будем использовать несколько подходов для определения нашей гипотезы. что цветоносом здесь будет, или даже светоносом, то есть люцифером, в этой системе будет именно комплексная структура, имеющая в центре атом меди. То есть даже не важно какая? Ну видите, если у нас, мы уже доказали с вами, экспериментально доказали, но еще правда не опубликовали нигде, но собственно говоря, дело за малым основным, да? что для нитрата и сульфата и свойства одинаковые. Сейчас мы проверим. А собственно говоря, ну вот смотрите, почему важно, чтобы это был гликоль? Потому что нам важно иметь вот это расстояние. В случае воды, они же тоже не с неба все посваивались, они все тоже структурированы. И вот у нас тут присутствует система водородных связей. И собственно говоря, просто атом меди очень удачно встраивается в кластер водных монетов. Получается стабильная структура и вся эта электронная структура меди, все вот эти вот возбужденные диар-метали начинают вибрировать, поглощать, отпускать свет и мы видим отраску раствора. Но мы можем себе представить такую ситуацию, что вот эти две воды, они имеют заместителя. Каждая из них. И магическим образом этот заместитель представляет собой одну и ту же структуру. То есть мы пока предполагаем, что с точки зрения центрального иона меди это вода, и это вода, и это вода, и это вода, и это вода. Не говоря, что эта вода, она вода замещенная, связанная с углеродным радикалом. Да еще и таким образом, что у них общий углеродный радикал. Потому что с точки зрения центрального атома, вот эти расстояния одинаковы. Электронная структура кислорода, который является донором электронов, одинаковая. То есть он ничем не отличается от воды. И ориентирован также, как молекулы воды, вот с этих сторон. Вот с вами и посмотрим. А гликолята устроены вот один здесь, и второй с один с другой. То есть он будет выглядеть также актеридурически, да? По идее, да. И чтобы, ну здесь у нас несколько кандидатов, да, два мы уже проверили, сейчас проверим третий. Чтобы проверить нашу вот эту вот гипотезу, мы сделаем несколько гликолятов. Ну, слава богу, реактивы позволяют. У нас есть глюкоза, да? Мы вспоминаем. Глюкоза-то хоть хорошая, а не как обычная? Ну, вообще глюкоза покупная, но если что, мы, как в прошлые разы, если сейчас не пойдет, мы сделаем свою свеженькую, и все у нас получится. Да? Что такое глюкоза? Если мы здесь ее продолжим. Вот глюкоза в нециклической альдозной форме. Да? И потом мы вот эту вот штуку грели, и у нас уже шла окислительно-восстановительная реакция. Причем мы можем сказать, что в данном случае у нас окисление-восстановление было внутримолекулярным. Да? То есть внутри одного хилатного комплекса у нас реакция и проходила. Электроны не покидали пределы одной молекулы, если считать полноценными связями, а, собственно, нам никто не запрещает это делать, координационные связи. Да? И приравнять их по значению к ковалентных связях, скажем, между углеводами. Ну, почему? Что получалось там в итоге? Я целый час уже треплюсь, вместо того, чтобы... Из глюкозы получалась кислота по всем этим? У нас получалась глюконовая кислота. Вот здесь. Карбонильная группа окислялась до карбоксина. У нас получалась глюконовая кислота, а медь восстанавливалась до меди-1. В этой среде, а реакция эта идет в щелочной среде, напоминаю, что тут у нас гидроксид был. И щелочная среда нужна для того, чтобы вот эти гидроксидные группы начали проявлять свои кислотные свойства и помаленечку диссоцировать. То есть получился какой-нибудь гидроксид меди-1 или он так истает? Да, у нас получался гидроксид меди-1, но поскольку мы его грели, он тут же развалился на оксид меди-1, который вот морковного цвета. И вот эту вот морковку мы с вами наблюдаем. И мы с вами, ну я планирую, хочу это сделать, даже если мы сегодня не успеем, но перенесем это в партию на доигрывание, опять же, мы попробуем образование и других хилатов соединений. Ну, why not, если у нас есть такая возможность. Мы возьмем настоящий зеленблеколь, самый первый в этом гомологическом ряду. И возьмем, что называется, ин-битвин глицерин. И получим три хилатных уже комплекса меди-2 и посмотрим на их спектральные характеристики. А я серьезно такой хилат, просто можно какой-нибудь трион выпихнуть? Маша, вы просто супергений контрразведки, потому что мы применим и третий вариант. Я вот чувствую уже по контексту нашего с вами сегодняшнего видео, что точно оно у нас залезет на вторую часть, потому что сидеть здесь часов до одиннадцати, ну, я думаю, мы не сможем. А если мы уж приготовим эти соединения, то придется с них снимать спектр, а это довольно долго. И третий вариант. Прошу вас высказывать предположение, что у нас будет, если мы начнем вот такой вот процесс. Давайте даже его по-другому нарисую, чтобы еще интересней было. То есть щелочные среда у нас будут создаваться за счет гидроксид аммония. Ну, собственно говоря, что такое гидроксид аммония? Это гидрат аммиака. Согласны? Да. Что будет получаться? Вопрос на засыпку. Давайте развивать с вами логику. Вот, смотрите, что у нас происходит. Гидроксид аммиака, я не знаю. И... Посмотрите, сюда. Так это что, то же самое и происходит. Ну да. У нас одно и то же, тремя способами. У нас получается одно и то же, но только не совсем одно и то же. Потому что в зависимости от количества аммиака у нас здесь получается целое меню. Привет, Полина. И в этой самой системе у нас будут реализованы сразу два подхода. То есть, с одной стороны, у нас медь в шеллошной среде, будет образовываться гидроксид меди. У нас. У нас есть. Снимает там оно мое дежинство, да? С одной стороны будут образовываться гидроксид меди, а теперь посмотрим-ка сюда. Вода. Так, забываем пока про хилаты. Это у нас по-честному вода, без всяких яйких. Так. И вспомним то, что мы с вами уже подробно разбирали многоажды. Да? Что такое вода? С точки зрения строения ее молекулы. Гепродизация кислорода. Предпоследнее наше столье заметия. А как он вообще выглядит? Ну, как он выглядит. Под углом? Под углом? Да. Под углом, но... Сейчас. Ну, можно нарисовать его? И две орбитали с неопределенными парами. Ну, значит, СП2. С неопределенными парами. СП2. Нет? СП3. Почему СП2? Но четыре заместителя у атома. Две орбитали с неопределенными электронами и две орбитали с одним электроном, на которых сидят замещающие. А можете нарисовать его в вот этот электронный уровень? Так, вот у нас центральный кислород, и вот у нас одна связь, выступающая. Вот у нас связь, находящаяся в плоскости доски. Вот у нас одна связь, находящаяся в плоскости доски, и вот уходящая за доску. И здесь у нас водород, здесь у нас водород, а здесь у нас неподеленные пары электронов. Ровно все то же самое, что и в металле. Только заместителей в виде водорода здесь два. Структура тетради. А, понятно почему СП3. Ну да. Потому что они вот равноценные всегда. Да, 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 да. Заместители четыре, значит там надо четыре орбитали не одинаковых, в февраде здесь четыре одинаковых. Одна С, три П орбитали. СП3 гибридизация. Так, окей. С этим-то все понятно. А теперь охалаем охалай, и это у нас будет азот. У азота одна орбиталь с неподеленной парой, а водород к нему присобачивается не два, а три. И в результате получается ровно все то же самое, что вода, да, но только поскольку электронов то у него меньше, на один, то он отжимает его водорода. Организуя ровно такую же кетроэлектрическую структуру с неподеленной парой. Ну а, 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 а? Да, вот, вот, гениальное поразление. Конечно, у нас аммиак ведет себя ровно точно так же, как вода. А раз он ведет себя ровно так же, как вода, ну, сходно, он может и заместить себя в этих соединениях. И что нам говорит полунаучная, полуучебная литература в этой ситуации, что у нас будут образовываться аммиакаты. Мне кажется, на камере видно не всю доску. Не просто гидраты, а у нас получится спектр этих соединений. Да, и если гидроксид меди, мы можем представить, собственно говоря, этот гидроксид меди, он выпадает в осадок не кристаллический. Да? Сейчас мы его с вами получим с вами увидеть. А в виде соплей. Что значит сопля на химическом языке? Это значит образуются галлоидные частицы, насыщенные водой для невозможности. А что значит система насыщенной водой? Это значит, что с точки зрения структуры комплексных соединений у нас получается все то же самое, только вот здесь сидит. Вне остальных вот этих вот анионов, один гидроксил и второй гидроксил. Так какая же вода, когда он гидроксил? Ну, собственно говоря, одно другому не мешает. У нас получается вот такая вот гидроксид тетрааква. Так выгодите, а почему тут тогда стрелочка, если это обычная связь? Так, у вас больше устраивает? Да. Хотя в данном случае нужно говорить, что эта связь будет не эквивалентной, а скорее и умной. Гидроксид тетрааква-меди-2. Наверное, такое можно назвать. Да? Вот что такое коллоидный раствор гидроксида меди. И когда мы в эту систему вносим жестокого конкурента, да, начинаются рыночные войды. Невидимая лакаринка. Когда они борются за общий ресурс в виде меди, то у нас получается целый спирт. Вот. Вот такого состава. Дальше вот такой вариант. Вообще они туда по одному вклиниваются. И, как пишут нам в книжке, терминальное состояние его должно быть вот таким. Ну, в учебниках упоминается вот такой состав вещества. Что это будет гидроксид тетраамин-меди. То есть они там все вместе? Да. Конкурент. Да. Получается самая настоящая коммунальная квартира с драками на кухне. Погодите, вернись это назад. Да. Вопрос. Вот какая цифра у кого гидроксила последнего? Два. 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 Ну, у нас... Их же должно быть всего шесть. Почему у вас их получается семь? Нет, два. Почему семь? Вот у вас одна вода. Потому что одна вода лишняя получается тогда. Так вот, они же электрон нейтральные. У нас заряженные частицы это медь плюс два и гидроксилы минус один. По структуре тогда там должно быть шесть, а вот их семь. Три. Так. Там у нас... Там не четыре, а три. Этой уже просто нету. Ну, одну я здесь пропустил. Ну, потому что там разная. Да. Где будет воды один, этих будет три, а когда этих станет четыре, вот мы получим полностью замещенный вариант дацин. Спасибо, что вы заметили. Это я сам уже неврежно. Короче говоря, вся вода в составе комплексного иона у нас заменится на аммиаки. И вот мы это вот здесь и можем таким образом отразить. И часто оно так происходит? М? И часто оно так происходит? Слушайте, вот никому нельзя верить, да, даже себе. Вот, пожалуйста, вот стоит ведро, которое проверяет справочные данные по растворимости мрамора. Понимаете, вот с этим явлением люди сталкиваются уже несколько тысяч лет, а справочных данных до сих пор достоверных нету. Приходится вот проверять с помощью ведра воды. Поэтому вот это я прочитал, что называется, за что купил, за то и продаю. Но мы с вами здесь до того и собираемся, да, чтобы все-таки проверить, что нам пытаются впарить и выдать это за науку. Спасибо. Итак, введение в специальность я вам сейчас затолкал. И теперь наша с вами задача подойти к вопросу рационально, глядя на часы. Он именно застал часик. Поэтому... Сделать что-нибудь одно, потом другое в следующий раз. Вы знаете что, давайте мы с вами... Вот глицерина там мало. И я надеюсь, что его до следующей недели никто не того этого не разводит. Может сначала вот это растворить? Да, наверное давайте тогда с хелатами сегодня не будем заморачиваться. По крайней мере попробуем поработать с хлоридом. И может быть сейчас мы с вами попробуем получить аммиачный комплекс. Потому что как его получать? На самом деле методики есть разные. Одни пишут, что надо вот так вот, другие, что надо защелачивать. Третьи пишут, что просто надо создавать избыток аммиака. В любом случае мы сейчас сделаем гидроксид меди. И будем его аммиачить, пока не растворится. И для этого мы с вами разделимся сейчас на две команды. Одна будет работать с Полиной на нашем циклотроне ускорителе всех частиц. И измерять спектр поглощения полученного соединения. А с остальными мы поиграемся с аммиачным комплексом. И потом еще раз на приборе померим его спектр поглощения. Так, а что у нас тогда будет измерять первое? А, первое будет хлорид измерять. Все правильно. Так, какую концентрацию бы нам там использовать? Вот вопрос. А, какую? А любую. Любую, но чтобы она была известна. Так, и чтобы концентрация была любая. Полиночка, пожалуйста, стаканчик какой-нибудь. Там на 600 на 800 миллилитров. Так, этот тот у нас состоит из кусков. Развешивать? Да, давайте подвесим его. Такой красивенький прямо. Руки не разъест? Может? Да нет, 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 нет. Как он сухой руки-то разъест. Да, да. Ну и не сильно ты ядовитый. Выглядит классно. Классно. Ну или просто прелесть. При том, что он явно самодельный. Кто-то его здесь сделал. И этот кто-то, скорее всего, это Валера. Единственное, кто тут что-то понимает. Ага. Спасибо большое. Так, пожалуйста, на 0. Малярную массу. Дегидрат. Хлорид меди-2, дегидрат. Малярную массу посчитайте, пожалуйста. А? А мы уже считаем это 0. Ну еще раз, пусть посчитают. Большие кусочки. Ну что, знаете, как посчитать? Да, у вас тут понятно. Ну вот и считайте. Самое главное, что считайте дегидрат. Да? Два раза по 18 добавьте. Да. Вот так. Ну вот, такой вот сахарочек. Солнышек, показатель. Ага. Посчитали? Да. Посчитали? Да. Один девяносто пять. Ага. Посчитали? Вот. Хлорид меди-2, дегидрат. Кристаллический. Красивенький. Можно попробовать. Я уже не могу. Семьдесят один плюс шестьдесят один плюс шестьдесят Семьдесят один плюс шестьдесят с половиной и еще два раз по 17. Так. Я просто в голове считаю, поставить. Ну, можно под камеру на полозу поставить. Ну пусть снимают, пока мы тут взвешиваем, еще что-то делаем. Так, ну что получилось? 170 с половиной. 170 с половиной. Это значит у нас там будет 100 раз меньше. 100 раз меньше, это если на литр. А так будет 1 касяцая. Ну, наверное, не так уж тепло там. Понял, что зря-ка там. Сейчас надо спать. Так, наша навеска 1,94 грамма. Так, уже 95. 1,95 грамма. Уже 96. Сколько это молей? Так, 1,95 грамма? Да. Ну, 1 сотая. 1 сотая. 0,01, 1,4,3,6 грамма. Я так плохо воспринимаю. А, 1,1. 11 тысяч. 11 тысяч. Так, значит, если мы его разбавим в 100 миллилитрах, это получится примерно децималярный раствор. Правильно? А если мы воды добавим туда на 10% больше, то тогда у нас получится ровно децималярный раствор. А 10% больше воды это 110 миллилитров. Маша? 110 миллилитров воды. А цилиндры где? А? Цилиндры где? Вон. А нужны? Пожалуйста. Маша, нужны? Конечно. 110 миллилитров воды. И разбалтывайте его. Мы посмотрим на его цвет. А балты чем? Растворка? Ну, конечно, можно палочку достать. Ну, да. Палочка есть. Нужно? Да, ну, конечно. Ну, хорошо. Ну, конечно. Очень ждем сейчас. Так, с этим окей. Так, Полина. Сейчас будет готов раствор, который надо снять спектр вот на этом. Видите? Делала. Да? Вот, просто. Вот, 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 вот. Вот мои прописи. Тут надо как-то... До стол поставить. Так. Чтобы его пришел, то есть, ну, на левом. Так. Смотри. Мне кажется, по верхнему стою, если бы не было. Ну, смотри. Хорошо. Проедем. Не крича на капельку. Поедем. Так, едем. Ровно капель. И они, скорее всего, дали несколько камни, то вот. И вот. Так. И мерить мы будем от растворителя. От растворителя у нас будет вода. В данном случае все будет достаточно просто и красиво. Так. Эти можно мешать? Мне кажется, лучше. Лучше стеклянную палочку, чтобы она почище. Вот. Чуть. Так, Полин. Угу. Есть кюветы, нет? Нет. Где их снимать? Нет. 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 Это как очень слипнувшийся песок. Так. У кого телефон в руках и ловит хорошо? Допустим. Растворимость, пожалуйста. Хлорида, медиа-2, посмотрите. Хлорида. Хлорида. На самом деле, с этого надо было начать. Сейчас опять. Ага. На Википедию. Ну, если уж эти мерзавцы ссылаются на Википедию, но у нас просто... Нет. На самом Википедии тоже на кого-то ссылается. Выборы прийти. У меня тоже не отбалды. То есть... Там же в Википедии какие-то редакторы. Вот в этом я не очень уверен. Ну, по идее, они вообще должны ссылки, так сказать. Ну, да. Ну, это понятное дело. Ну, я... Мне даже доводилось в своей жизни право в Википедию носить. Потому что ну, реально, уже у меня сердце не выдержало. В Википедию смотреть? Ну, давайте, что делать-то. За неимением герма мы пишем непростую. Ну, полурастворение, да? Так, Свет. Давайте будем считать, что вы не задавали. Вот, знаешь? Так, Полина. Вот, пожалуйста. Делайте так, чтобы они были чистыми. А можно чуть-чуть подавали на машечке? На моей полке. Там целая пачка квадратных плистиков. Кажется, тут нету. А? Кажется, на Википедии нету. Просто доберите хлорид мизи и растворите. Да. Что-нибудь высказывайте. Да. Так. Плескает не пригрузившиеся. Так. Это раз. А из этого мы сейчас сделаем гидрооксид. Так. И... И... Там примерно 0,35 малярный. Значит, щелочи много туда пойдет. А это примерно 4 малярных. 4. Так. Пишет 77 граммов в 100 миллилитрах. О! Все понятно. Значит, это должно все с легкостью раствориться полностью. Так. Теперь, кто у нас больше всех скучает? Больше всех скучает. Так. У нас есть четырех... А! Матвей. Вместе с Полиной. Вместе с Кариной. У нас есть нитрат миз-2. Концентрация 4 моли на литр. Так. Здесь пешок. Ну, быстро надо мотать. Где его еще? Толкно. Нам нужно провести вот такую реакцию. Диоконцентрация 4 моли на литр. Нам нужно добавить гидроксида натрия. Так, чтобы полностью его осадить. И, а полностью оно осядет, тогда там будет даже избыток. То есть, надо будет гидроксида натрия взять даже с запасом. Чтобы у нас получился осадок гидроксида медиа. Ну, и наждача уже помню. Сколько останется этого. Так, пацаны. Обратите внимание, что хитеометрические коэффициенты для щелочи здесь будут принять. А концентрация раствора щелочи, я так предполагаю, что у нас будет из готового раствора. Так, она же не медная. Значит, ничего с ней не должно случиться, если это потрапается. Хорошо, если пузыри в один. Ну, 105. Вот теперь остается. Так, и чтобы у нас там получилось все хорошо, нам нужно, чтобы итоговый раствор у нас был примерно 100 мл. Вот сколько нужно взять того и другого. Готово. Так, ну вот, пожалуйста, результат растворения хлорида медиа. Сравниваем его с сурфатом. Я уже более зеленый. Мятный. Он вообще зеленый. Вот честно вам скажу, сине-зеленого цвета я там не замечаю. Мятный. Мятный. Ну вот посмотрим. Так, считаем, нет? Или ступор сознания произошел? Соотношение концентрации какое? Ну, 4 к 1. А если повнимательней? Ой. 40 к 1? Да, 40 к 1. Да? Концентрация нитрата медиа у нас 40 раз выше, чем... То есть, на каждый миллилитр нитрата медиа нам надо не меньше 40 мл щелочи вот этой концентрации. Да? Чтобы получить 100 мл, мы можем смело взять 2 мл нашего концентрированного раствора. Даже я больше того скажу, что этот концентрированный раствор еще содержит неизвестное количество исходных реагентов, из которых мы его получали. А исходным реагентом была азотная кислота. Ну, 2,5 мл. Она не помешает? Вот в том-то и дело, я не знаю, сколько ее там было, потому что там азотная кислота концентрированная. И сколько ее там? Давайте попробуем с вами. Так, щелочи у нас там достаточно много. Возьмем 2 мл. Может, только не за сути цитровать? Общество равно 100 мл на 3H. Мы не знаем, сколько там остаточное содержание азотной кислоты. Так может, это цитровать не до сути, нет? Понимаете ли, цитровать с выпадением осадка, когда гидроксид у нас будет выпадать в осадок, вот тут вот, если бы PH-метр был, и вопросов бы не было. Разбавили бы его, померили бы PH. А его не будет вообще в ближайшее время? Нет. А боже какой-то в конце прошлого года, что ли? Меня уверял руководитель нашей организации, что в ноябре у нас все будет. Счет был выписан полтора года назад от той организации поставщика. Теперь выясняется, что нет, сейчас закупать ничего не будем. Ну, как вы понимаете, какой из поставщиков может ждать у моря погоды полтора года, цены уже там поменялись. Ну, в общем, короче, можно забыть про это. Зато столице и пионерия отмечалось очень громко. Фиг нам они 5-метров. Пальти не замырять будем. Ладно, пока что есть, то и есть. Так, значит, желающие на электронную бандуру есть? А я не знаю. Что посоветуете? Саша, начинаем с вас. Принято. Орел. А, вот давайте, тут лучше видно. Орел. Электронную бандуру. Фотометр. Решка. Аммиак. Универсальное решение. Так, я сразу, я на фотометр. Не знаю, что это. Орел. Фотометр. Фотометр. Давайте, делитесь на группы. Давайте, делитесь на группы. Как упало, так упало. Орел. Могу я вручить. Давай, подбрасывай. Это была рука Бога. Аммиак. 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 И еще тут-то заниматься. они засыпали. Так. Вот, это. И, уже всего-то. Теперь мы уже засыпали. Из. Аммиак. Этот. И ещё. Там. Аплотик. Так, давайте сначала через класс 5, тогда у вас все будет почти 4 изменения на каждый листок. На учебу эту страну видеть, что она в качестве, в том числе, в том числе. Так, а мы с вами аммиаком занимаемся, да? Похоже, да. Ну, отлично. Так, и 100 миллилитров. Алина, пожалуйста, 100 миллилитров. Так, Герман, это той бригаде на измерение спектра поглощения. Может, целюсь в какую-то емкость, пока не смеялась? Стаканчик, пожалуйста, да? Какой-нибудь, любой. Маленький. Любой. Да, лучше поменьше, ну, неважно. Этот тоже садим, спасибо. Так, а сколько же нам аммиака туда еще потребуется? А разве он только что был рассчитанный? Мы только что считали гидроксид. Ну, сейчас прикинем. Так, и по идее нам нужно, нам нужно из этого количества выдавить четырехкратное малярное количество воды. То есть, смотрите, то есть, смотрите, как здесь получается. Быстренько прикиньте, пожалуйста, количество вещества. У нас всего 2 миллилитра вот этого и 100 миллилитров вот этого. То есть, в итоге у нас, поскольку щелочь берется в небольшом избытке, у нас должно выпасть полностью вот это. Сколько его тут будет молей? 2 миллилитра четырех малярного нитрата. Так, где они, 100 миллилитров? Давайте сюда скорее. Что-то жиденький получился. Совсем жиденький. А вы меня что-нибудь поправили? Ну, мы же гидроксид получаем, а не ростов просто разбавляем. Это мы с ними. Ну, это я уже немножечко... Ну, 4 моли на литр. Это получается более 8 тысячных моли на 2 миллилитра. Да. 8 тысячных моли на 2 миллилитра. А учитывая, что количество вещества получается с нитратами равно на 5 миллилитров? Ну да, столько же. Получается столько жиденьких? 8 тысячных моли. А я не знаю. А я не знаю. Скорее? Нет. А лучше оптическую плотность. Так. Восемь тысячных. А аммиака нам, соответственно, нужно в 4 раза больше. То есть 0,024 моля. 32. Да, 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 конечно. Ну, видите, все-таки это... Основы первой помощи очень сильно сказались на ментальных функциях. Так. 0,032 моля аммиака, а аммиак у нас 25% раствор. Значит, какой объем аммиака нам нужно будет добавить для того, чтобы получить аммиака. Так. Ну, простая задача. Вот не очень понятно только, эти 25% они объемные или массовые, но обычно используют все-таки массовые зоны. Будем считать, что по массе в этом растворе... Ну, растут массу указанного. Угу. Значит, там было... Нам надо 0,032 моля. Сколько это будет граммов? А вот сейчас сколько? А граммов? Если не важно, нам важна концентрация. Нам нужно выяснить, какой объем этого раствора, который нам нужно туда будет добавить. Так. Ну, пока давайте попробуем с вами получить гидроксид. Гидроксид? Да. Итак. Полина, мне не будете наблюдать за появлением гидроксида? Голубенький растворчик. Добавляем туда щелочь, которую вы отмеряли. Ну, должен быть гидроксид. Ну, осадок есть. Вот он. Без дураков. А разве не по сильнее должен быть? Гидроксид? Да нет. Он такой. Погодите, это гидроксид чего? Гидроксид меди-2. Казалось, что он сильнее. Ну, вот он и получился. Вау! Какой есть, такой есть. Ну, все как в учебнике. Красота. И теперь наша задача с вами неустанно добавлять туда аммиак, пока все это у нас не придет в состояние синего прозрачного раствора. А оно придет туда тогда, когда из этого комплекса вода вытеснется с образованием аммиаката. И, кстати говоря, проверим, а вообще в принципе такое происходит или нет. Это уж ну или нет? Что-то я теперь тоже засомневался немножечко. Вот и проверим. Зачем я здесь смотрю, если я ничего не помню? Так, Герман. Наша задача сейчас посчитать массу, да? 0,032 моля аммиака. Сколько будет весить? 1 моля аммиака будет весить 717 граммов. Так? Ну, да. Ну, молярная масса 17, правильно? 14 плюс 3 раза по 1. Ага. Ноль пятьсот сорок четыре. Ноль пятьсот сорок четыре. Чего? Грамма. Грамма. Будем считать, что плотность у него, как у воды, да? Ну, 17 и 18, согласитесь, разница не очень большая. Да? Поэтому плотность будем считать его водяной. Там его четверть. Значит, нам нужно взять в четыре раза больше, два миллилитра. всего-то и навсего. Около двух миллилитров должно нам превратить весь вот этот вот голубой кефир в зимний пучей. Ну, вот и проверим. Так, сейчас будет бодрящий и живительный запах. Ну, пустим два минуты. Так, и, 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 чтобы у нас хорошо то все получилось, так еще водички надо. Так, снимает там? Да. Сколько минут уже заснял? Ну, 11 он снимает еще, получается, у него остается... А, ну, почти 12 уже. Выключите его, пожалуйста, и включите. Ну, на красную кнопку. Чик-чик. Вот, 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 вот сюда вот направляйте на этот стаканчик. Который вот со своей. Да, да, да. Так, этот не достанет. Так, ну, посмотрим теперь. Ох, че-то такой зеленый. Какого он цвета, а? Желтого. Или желтого? Желтый. Ну, запах... Ё-о-о. Почему он только желтый? Почему он только желтый? Ну, он стоял долго. Я думаю, что стакан просто грязный, как обычно тут. С остатками какой-то дряни. Почему-то так? А в самой бутылке он какой? Не-не-не-не видно. Но на вид похоже на прозрачный. Так, ну, понеслась. О-о-о. Синий. Ну, это он так моментально светит. Ну, это он так моментально светит. А, ну, сейчас он. Ну, так, по крайней мере, что-то происходит. И движение этого чего-то вроде как в нужном управлении у нас идет. Темнеет. Темнеет, но пока... Так, третий миллилитр пошел, пожалуйста, запоминайте. И лучше бы даже это все и записывать. Ну, он непрозрачный. Сможем ли мы избавиться вообще от осадка? Вот вопрос. Так, четвертый. Ну, и пятый сразу. А сколько должно быть? Да кто же его знает-то? По свету похож. Ну, он будет такой же, как вот этот вот. Ну, концентрация его... Хочу вам напомнить, что мы этот разбавили в больше, чем в 50 раз. Значит, на 2 миллилитра этого мы добавили... А, ну, в 50 раз и разбавили. Он все еще не прозрачный. Может, мы что-то не так посчитали? Так там уже это бывает. Ну, это. Ну, понятно. Нет. На самом деле, не факт, что аммиокат должен иметь тот же цвет. То есть, скорее всего, все-таки другой. Потому что, при всем уважении, азот и кислород все-таки это не одно и то же. Это был шестой? Так, ну, мне кажется, что все-таки прозрачности у него существенно прибавилось. Ну, да. В сравнении с тем йогуртом, который он представлял себя изначально... Что-то просто мутная такая. Так. Пять добавлено или шесть? Шесть. А что ты пробуешь его водой разварить? У-у-у-у... Вы тут представляете более прозрачным? Вы только прозрачно. Ну, да. Может, он тут концентрировал. Вы помните, как он был бледненький, когда я сначала туда по ошибке воды налил? Да. Ну, вообще же никакой. Какая седьмая тормоза. Разбавить всегда успеем. Так. В седьмой. В менее, темне останется. У-у-у-у... Так. Насколько он прозрачный-то... Ну, да, свет не попускает... Так. Что-то прозрачность у него какая-то такая дохловатое. Вот этот раствор прозрачный. Может просветить его чем-нибудь? Нет, читать сквозь него не получается. Говоришь, может просветить его чем-нибудь фонарик? Вот у нас там этот прибор по сути дела и есть фонарик. Тут у нас такого прибора нет, он там стоит. Честно вам скажу, на вид он практически прозрачный, но очень сильно окрашенный. 7 мл добавили, да? Да. Все-таки будем его разбавлять или нет? Да, будем конечно. Так, будем его разбавлять. Ну, давайте, давайте, давайте. Ну, наверное, серию двукратных разведений тогда сделаем. Так, пожалуйста, водички. Сколько? Хоть целый. Так, водички Полина. Карина, стаканчики. Вот такие вот. Давайте штучек пять. Так. Ну, а может нам и хватит. Так. И сейчас я возьму. в нежную пипетку. Так. Ну что, получается? Так. Ну что, получается? Ну в нежную пипетку сатер. Что там, какие-то цифры не такие получаются? А что там? Четыре пока нет, но еще они как-то выглядят вот так, подозрительно. То есть не так, как было в прошлый раз? Нет, не так. А в какую сторону не так? Пока не понял, пусть поснимают дальше, а там посмотрим. Так, разбавляем в десять, в десять, в десять. Так, окей, в десять, в десять. Раз, два, три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Пять. Пять. Девять. Девять. Десяточка. Довольно-таки прозрачный. Я бы, конечно, не сказал, что он как слеза комсомолке, прямо скажем. Да вообще, если честно, то не очень. Я что-то недоволен. Вот смотрите, какой он. Мутный? Мутный. Так, мутный, а давайте его подлечим немножко аммиаком и посмотрим, что у нас выйдет на этот раз. Так, а счет получается заново? Счет будет уже, да, заново получается. Так, эта у нас система разбавлена в 10 раз и стала она похожа обратно на гидроксид. Так, это один, да? Так, это один и он тоже стал яростно синить. Ярост стал более прозрачным. Явно. Так, один миллилитр. Второй миллилитр. А, Слава Юрьевич, это нормально, что она потом снова упала? Да. А, окей, все замечательно. Кажется, у нас через него стол видно. Уже видно. Даже зеленый он стал немножко. Зеленый, он синий. Да, видно там уже лучше. А, или это стол просто так просвечивает? Так, ну что, можно через него газеты читать? Ну, газету нет, конечно, но стенку другой видно. Угу. Так, он стал прозрачный, но окраска его однозначно слишком густая для нашего прибора. Прибор наш загустится. Да. Разбавляем его еще раз в 10 раз. То есть теперь у нас уже будет разбавлен 100 раз. Пожалуйста, фиксируйте себе все это, да? Мы добавили туда 7 миллилитров в наш исходный раствор. 7 миллилитров 25-процентного аммиака. Потом разбавили его в 10 раз, добавили еще 2 миллилитра аммиака. Сейчас разбавляем еще раз в 10 раз. Итак, вот так. Смотрите продолжение в следующей серии. Избыток аммиака надо брать. Он как-то слишком бледный. Почти как вода. Так, значит у нас там было... Может у нее 10 в 5 раз отвести? Но если мы туда добавим еще один миллилитр, то это будет уже не в 5 раз, а чуть меньше. Тогда надо было 8 миллилитров воды вместо 9. Значит нам надо добавить его чуть побольше чем 5. А побольше чем 5 на сколько? Ну ладно, в данном случае это не очень важно. Нам надо примерно заехать в чувствительность прибора. Поэтому... Нет, все равно маловато. Мы сейчас даже не измеряем концентрацию, а просто что-то прибор что-то ловил? Угу. А потом пусть может быть прикинуть, что это было-то? Сколько? Так, это третья была, так и четвертая. Нормальше? Я бы еще бахнул. Вот. Итак, 4 миллилитра на 9 миллилитров воды. О! Так, а давайте-ка... Что? Для... 4... Получается 0,3. 4 к 9, это 0,3. А, 4 к 9, это 0,3. Нет, не 4 к 9, а 4 к 13. 4 к 13, 0,3. 0,3. Значит изначальный раствор у нас разбален в 130 раз. Ну это у нас 30-ти процентный, 10-ти процентный. То есть 3-х процентный. Правильно или нет? Правильно или нет? Вы мне сейчас не доверяйте. 130-ти процентный как-то много. Ну у нас был разбален в 10 раз. Да. А потом... А! В 3 раза еще разбален. Ну не в 3, потому что у нас здесь 0,3, а не 0,33. Ну почти 0,33. Почти в 3 раза. Нет, не мух, не нормально. Ну вот. Его будем мерить. А! Нам теперь надо только прикинуть сколько у нас там аммиака. Аммиака у нас было 7 миллилитров. Мы добавляли... А к скольки мы их добавляли? Мы добавляли... Так. К 10 миллилитрам мы добавили 7 миллилитров. И потом разбавили его еще, ну грубо говоря, в 3 раза. А! И больше ничего не добавляли. Нет. Мы сначала у нас было... То, что было сначала мы добавили 7, потом разбавили 10 раз. Добавили еще 2. А! И потом мы разбавили, получается... В 3 раза. Угу. Угу. В 3 раза. Угу. Так. Это значит, что здесь... У нас расчетов надо будет меняться. Получается. Получается всего саморана в 30. Там 7 миллилитров к 100. Да? Это 0,7. 7-процентный он получился. И потом, когда у нас было 10 миллилитров 7-процентного, мы в него еще залудили. Этого самого аммиака еще 2 миллилитра. И он у нас получился как бы 20-процентный, а был он 7. То есть получилось, что там было 27%. Нет? Так. Был 7-процентный. Был 7-процентный. И потом мы в него еще добавили 2 миллилитра. То есть это 20% от общей системы. У нас было 10 миллилитров 7-процентного. И мы добавили еще 2 миллилитра аммиака. То есть если бы его там не было изначально, то он был бы у нас 20-процентный. Но 7% его там уже было. Значит всего 27%. Значит нам надо... Нет, один только. Остальные приборы не те. Почему не те? Мы же пробовали какой-то, который вот там стоял сейчас, а потом который вот там стоял. Вот нам нужен вот тот. А чем они отличаются? Можно сейчас на камеру повторить? Вот так. Видно? Да, видно. Аммиачный комплекс, гидроксид и мези-2. А чем приборы отличаются? Принципиально. Ну, представьте себе, стоит два автомобиля. На одном на радиаторе у него ромбик, а у другого трехлучевая звездочка в кружочке. Они отличаются чем-нибудь? Ну да. То есть принцип работы у них одинаковый, но... Да, они просто разные. Лучше даже не ромбик, а... Мух с ним с ничем не разный. А, ну да, такая колченогая птичка. Все-таки с ним они разные. Что-то как? Ну, они просто выглядят похоже, но на самом деле разные. Ну, вот как у машинства. Четыре колеса, да, но... Один просто фиксирует длинный волн, потому что у него стоит светофильтр. И он просто меняет светофильтр. Там вот такая крутилка, как барабан. Я знаю, нам это действительно рассказывали. Да. А у того стоит призма, которая поворачивается и делает шагом в один нанометр любую волну из спектра. Тот может сделать только шесть длинный волн, или восемь, сколько у него там в этом наборе светофильтров. Потому что он просто перещелкивает стекляшки разного цвета. А этот цвет меняет плавно в зависимости от того, как призма преломит. То есть это все-таки одно и то же, но точность разная? Количество этих волн раз. Ну, представьте себе, вот у вас есть чашечные весы и три гири. Одна в килограмм, другая в пять, третья в десять. И есть электронные весы, которые взвешивают с точностью до одного грамма. Вот примерно так можно сравнить эти приборы. Там он может взвесить или килограмм, или пять, или десять. А зачем тот тогда вообще должен? Потому что многие методики работают при определенной длине волны. То есть надо настроить, чтобы такая вот была, да? Многие методики просто их адаптируют так, что вот при этой длине волны, пусть она не соответствует пику поглощения, например, но она к нему близка. Но это серийный прибор, он дешевый, с призмой, с вот этим вот шаговым поворотным механизмом. Ну, это морозный, дорогой. А просто меняет там стекляшки, там стоит диод, излучающий свет. Перед ним меняются стекляшки, и все, получаются лучи разного цвета. Спектр на нем не снять. Ну, собственно говоря, это и не есть их задача. От Hyundai Solaris, который работает в карширинге или в Uber Taxi, никто не требует, чтобы он был одновременно и вездеходом, но на Формуле 1 участвовал. Он увозит людей и вполне хорошо справляется с этой задачей. Так же и тот. Можно гасить, наверное, пока.